В данном видео я расскажу, что такое метавселенная и NFT. Метавселенная – это виртуальная реальность, следующая стадия развития человечества. Марк Цукерберг переименовал компанию Facebook в мета. Метавселенная – это общий цифровой мир. Что-то наподобие фильма первому игроку приготовится. Очки виртуальной реальности полностью погружают человека в виртуальный мир, создавая атмосферу, ничем не отличающуюся от реального мира. Вы скажете, что это невозможно и нам до этого еще далеко? То если бы вам 15 лет назад рассказали бы о смартфонах, об интернете, то вы бы тоже сказали, что это невозможно. В метавселенной продали Землю за 2,5 миллионов долларов. И фактически этой Земли не существует, она в виртуальном мире. Виртуальную яхту продали в метавселенной за 650 тысяч долларов. То есть этой яхты не существует. На ней вы не сможете отправиться в путешествие. Она существует только в игре. Мир сошел с ума, покупая то, чего не существует. Мои внутри компьютерные программы. Это кажется невероятным. Это ментальная проекция виртуального я. Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году. Идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR очков и перчаток с захватом движения. Это написал Билл Гейтс, создатель Microsoft. Команда Team Spirit продает на своем сайте игровое оружие. И знаете, сколько стоит самый дорогой нож? Этот нож продали за 715 тысяч долларов. Думаете, это какой-то особый ножик? Может быть, он дает какую-то привилегию в бою? Но нет, это обычный, как и любой другой ножик. Разницы никакой нет. Гуччи выпустили цифровые платья за 10 тысяч долларов и кроссовки за 13 баксов. Одежду можно применить в своем инстаграме или использовать в своих видеофотографиях или в игре. Далее костюм Тесла за 30 тысяч долларов. Он не только отцифровывает тело, он еще и имитирует прикосновения. Прикосновения не отличишь от настоящего. В Казахстане задержали активистку после публикации фотографии с воображаемым плакатом. Военный суд лишил свободы школьника на 5 лет за то, что он с другом решил взорвать здание в Майнкрафте. Преступления в виртуальном мире могут понести реальные последствия. Метавселенная будет постоянная. То есть ее нельзя будет как игру поставить на паузу. Или как в Фортнайте, когда заканчивается матч, все карты сбрасываются. Все, что сделали игроки, исчезает. Метавселенная будет хранить все вечно. Метавселенные будут живыми. То есть все будет происходить в прямом эфире. Виртуальный мир будет пересекаться с физическим. Как это было с игрой Pokemon Go. Но речь идет не только об играх. Метавселенная уже создает цифровых двойников предприятий. То есть завод в будущем будет управляться через его цифровую копию. Метавселенная будет безлимитная. Онлайн игры ограничивается где-то сотней игроков. А тут серверы будут выдерживать миллионы, а то и миллиарды людей в один момент. У Метавселенной будет своя экономика. Там можно будет работать, покупать, инвестировать. Контент Метавселенной будут создавать сами пользователи. Вот он, Оазис. Виртуальная вселенная. Мир, ограниченный лишь твоим воображением. Кстати, я открыл канал в Яндекс.Зен. Переходите по ссылке в описании. NFT. Non-Fungible Token. Невзаимозаменяемый токен. Невзаимозаменяемый. То есть это токен, который существует в единственном и неповторимом экземпляре. То есть банк исключает возможность потратить 1 доллар дважды. Далее, что такое токен? Это цифровой объект. Например, криптовалюта, картина, виртуальная одежда или музыкальный альбом. Но не любой, а записанный в блокчейне. То есть в дневнике, который доступен всем, но его невозможно подделать. Благодаря NFT, возможным стало продавать картинки, видосики, да что угодно. Так называемый цифровой арт. Все это заявление о том, что теперь художники смогут не только защитить свое творчество от копирований или репостов, но и нормально так заработать на этом. Смарт-контракт гарантирует, что токены внутри блокчейна невозможно скопировать. Только вот скачать картинку ничего не стоит. Можно даже просто сделать скриншот. Можно даже взять скачанный цифровой арт и сделать из него новый NFT. И технически это будут разные NFT, но все еще один и тот же арт, пускай и ворованный. А вот 10 NFT-картинок, которые продали за сотни миллионов долларов. Сколько бы вы заплатили за эту картину? Она была продана за 650 тысяч долларов. Вот эту ерунду продали за 888 тысяч долларов. Мета-рифт 900 тысяч долларов, почти миллион. Вот эту NFT-розу продали за миллион долларов. Криптопанк продали за 1.25 миллионов долларов. Еще один криптопанк за 1.6 миллионов долларов. Эту продали за 6.6 миллионов. Эту за 7.5 миллионов долларов. А эту почти за ту же самую цену. Эту картину делали в течение 13.5 лет. Изначальная цена была 100 долларов. Но продали ее в итоге за целых 69 миллионов долларов. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Было запущено 7 тысяч картинок с мемным лягушонком. За неделю успели понапродавать их на целых 4 миллиона долларов. Но нашелся настоящий создатель, и владельцы этих NFT потеряли свои сбережения. Или как можно быть обладателем нянкет, если любой может скачать ее из открытого доступа. Многие приводят пример с Монолизой. Типа любой может распечатать ее на принтере. А оригинал все равно будет в музее. Но с цифровым артом это не работает. Скачанные из интернета картинки и здесь оригинальные файлы. NFT это все еще не цифровое искусство. Вот это NFT полотно кода построено на доказательстве владения картинки. Это могут быть разве что пиксельные изображения, но таких очень мало. Хранение картинок блокчейна настолько затратно, что этим никто не занимается. Если упадет сервер хостинга, где хранится то, что покупатель считает своей собственностью, то он становится владельцем старой неработающей ссылки. Создатель Coinbase утверждает, что лет через 5 90% NFT не будут ничего стоить. Насим Талеб, автор бестеллера Черный Лебедь, сказал, что рынок невзаимозаменяемых токенов лопнет из-за ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Бессмысленные вещи потеряют смысл. Впрочем, ничего нового. Я считаю, что NFT это развод на деньги, а вот метавселенную ждет будущее мирового масштаба. Продолжение следует...